Беседа вторая. Начало творения. Вначале сотворил Бог небо и землю. Великой радости исполняюсь сегодня, видя ваши любезные лица, и подлинно не столько радуются веселяться чудолюбивые родители, когда окружает и дети со всех сторон, и доставляет им великое удовольствие своим благообразием и своей услужливостью. Сколько я ныне веселюсь и радуюсь, когда вижу, как ваш духовный собор стекся сюда с таким благочинием и живым желанием слушать Слово Божие, и как вы, презрев плотскую пищу, спешите к духовному пиршеству и самым делом оправдываете слова Господни. Не хлебом одним жив будет человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Поступим же и мы, подобно земледельцам. Как они, когда видят, что земля уже очищена и освобождена от вредных растений, бросают семена в великом изобилии, так и мы, когда у нас во благодати Божией эта духовная нива очистилась от тягостных страстей, когда прекратились веселения, и ни у кого нет смятения и бури в помыслах, то настала великая тишина и спокойствие в умах возлетающих и воспаряющих к самому, так сказать, небу и созертающих предметы духовные вместо плотских. Побеседуем несколько с вашей любовью и отважимся сегодня на более тонкие размышления, предложив вам учения из Божественного Писания. И если мы не сделаем этого теперь, когда пост, презрение удовольствия, чрево и такое надлежащее настроение помыслов, то когда будем в состоянии предложить это любви вашей, так далее, когда бывает увеселение, неумеренность в пище и великая беспечность, но тогда и мы не можем сделать это надлежащим образом, и вы, затопляемые волнами помыслов, как бы какой тучей, не будете в состоянии принять что-либо из предлагаемого поучения. В смысле, когда время для таких поучений, так это теперь. Когда раба уже не восстает против госпожи, но, сделавшись тихой, оказывает великое повиновение и послушание, укращая порывы плоти и оставаясь в своих пределах. А пост есть успокоение наших душ, украшение старцев, наставник юноши, учитель целомудренных, он всякий возраст и пол украшает, как бы какой и диодемию. Нигде нет сегодня ни шума, ни крика, ни разрезывания мяса, ни бега, ни поваров. Все это прекратилось, и наш город походит теперь на честную, скромную и целомудренную жену. Когда, подумая о внезапной перемене, происшедшей сегодня, и вспоминая о беспорядках вчерашнего дня, то изумляясь и удивляясь силе поста, как он, вошедший в совесть каждого, изменил мысли, очистил ум не только у начальствующих, но и у простых людей, не только у свободных, но и у рабов, не только у мужчин, но и у женщин, не только у богатых, но и у бедных, не только у знающих греческий язык, но и у варваров. Да что говорить о начальствующих и простых людях. Пост склонил даже совесть того, кто облечен диадемою, к одинаковому с прочими послушанию. Сегодня не увидишь различия между трапезой богатого и бедного, но везде пища простая, чужда изысканности и причуды. И к простой трапезе приступаю с большим удовольствием, нежели как когда предлагалось множество изысканных ясты и вин. 8. Видите ли, возлюбленные сказанного силу поста, поэтому я и сегодня с большим усердием, чем прежде, решаюсь говорить с вами, зная, что бросаю семена в тучную и глубокую почву, которая может скоро принести нам обильные плоды от посева. 8. Рассмотрим же, если угодно, смысл слов, прочитанных нам сегодня из блаженного Моисея. Но слушайте, прошу вас со вниманием слова наши, потому что мы будем говорить не от себя, но что благодать Божия внушит нам к нашей пользе, к вашей. Что же это? Вначале сотворил Бог небо и землю. Здесь прежде всего местен вопрос о том, для чего излагает нам это блаженный пророк, живший спустя много поколений после события, не без причины и не без цели. Вначале Бог, создавший человека, сам беседовал с людьми, сколько люди могли слышать его, так как он приходил к Адаму, так обличал Каина, так беседовал с Ноем, так посещал Авраама, когда же весь род человеческий впал в нечестие великое. И тогда совершенно не отвратился создатель от всего рода человеческого. Но так как люди сделали недостойные беседы с ним, то желая возобновить общение с ними, посылает к людям, как будто к находящимся вдали, Писание, чтобы привлечь к себе весь род человеческий. Это Писание послал Бог, а принес к Моисею. А о чем же говорит Писание? Вначале сотворил Бог небо и землю. Усматривая возлюбленные, в этом особенное превосходство этого чудного пророка. Все другие пророки говорили или о том, что имело быть спустя долгое время, или о том, чему надлежало случиться тогда же. А он, блаженный, живший спустя уже много поколений после сотворения мира, удостоился водительством Вышней Десницы и зреть то, что сотворено Господом еще до сего рождения, до его. Поэтому-то он и начал говорить так. Вначале сотворил Бог небо и землю, как бы взывая ко всем нам громким голосом, не по научении людей говорю это. Кто призвал эти небо и землю из небытия в бытие, тот подвиг и мой язык к повествованию об них. Итак, прошу вас, будем внимать этим словам так, как будто бы мы слушали не Моисея, на самого Господа Вселенной, говорящие устами Моисея, и распростимся надолго собственными рассуждениями, ибо помышления людские не тверды, и мысли наши ошибочны. Премудрость 9.14 С великой благодарностью будем принимать сказанное Моисеем, не выступая из своих границ и не испытуя того, что выше нас, как поступили враги истины, и которые захотели все постигнуть своим умом, не подумав, что природа человеческая не может постигнуть творение Божие. И что говорю творение Божие? Мы не можем даже постигнуть искусство и подобного нам человека. В самом деле, скажи мне, как плавильным искусством составляет естество золота? Или как из песка добывается чистота стекла? Ты не можешь этого сказать. А если невозможно постигнуть того, что лежит перед глазами, и что по человеколюбию Божию производит мудрость человеческая, то как ты, человек, постигнешь созданное Богом? И какое ты можешь иметь оправдание? Какое извинение, когда так безумствуешь и мечтаешь о том, что выше твоей природы? Говорить, что все произошло из готового уже вещества, и не признавать, что Творец Вселенной произвел все из ничего, было бы знаком крайнего безумия. Итак, заграждая уста безумных, блаженный пророк в самом начале книги сказал так. Вначале сотворил Бог небо и землю. Когда же слышишь «сотворил», то не выдумывай ничего другого, но смиренно веруй сказанному. Это Бог. Все творит и преобразует, и все устрояет по своей воле. Заметь здесь и крайнее снисхождение. Моисей не говорит о силах невидимых, не говорит, вначале сотворил Бог ангелов или архангелов. Ни напрасно, ни без цели избрал он нам такой путь учения. Так как он говорит иудеям, которые были привязаны к настоящему, и не могли созерцать ничего, постигаемого умом, то возводят их прежде от предметов, чувственных к создателю вселенной, дабы они, познав художника, и сделал, воздали поклонение творцу и не остановились на тварях. Если после этого они не переставали обоготворять твари и воздавать почтение самым низким животным, то до какого не дошли бы безумие, если бы он не оказал такого снисхождения. Десять. Не удивляйся же, возлюбленный, что Моисей идет этим путем. Прежде всего, обращая свою речь к грубым иудеям, когда и паил во время благодати, после того, как уже распространилась проповедь, начал беседовать с сафинианами, преподает им наставление от предметов видимых, говоря так, Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом, небо и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих. Поеликон знал, что такое наставление соответствует им, то избрал этот путь, соображаясь тем, кто были приемлющие от него наставления, он руководимый Духом Святым, и преподал учения. И дабы увериться тебе, что причины этого, разность лиц и грубость слушателей, послушай, как он в послании к колоссянам идет уже не этим путем, но беседует с ними и иначе, и говорит, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престола ли, господство ли, начало ли, власти, все им создано, и им, колоссянам 1.16, и Иоанн, сын Грома, возглашал так, и все через него, начало быть, что начало быть. Но Моисей учил не так, и справедливо, потому что неблагоразумно было бы давать твердую пищу тем, которых нужно еще питать молоком. Как учителя, принимающие детей от родителей, преподают им первые начатки учения, а принимающие детей от этих учителей, сообщают им воле уже совершенное познание. Так поступили и блаженный Моисей, и учитель языков, и сын Громов. Тот, приняв род человеческий в самом начале, научил слушателей первым начаткам, а эти, приняв его от Моисея, передали уже совершеннейшее учение. Теперь мы узнали причину снисхождения Моисеева, и то, что он по внушению духа излагал все, приспособляясь к слушателям. Но вместе с тем, он из всей ереси, появляющейся в церкви, подобно плевелам, исторгает этим же словом «Вначале сотворил Бог небо и землю». Подойдет ли к тебе манихей, утверждающий, что прежде существовала материя, или Маркион, или Валентин, или кто из их чездышников, говори ему «Вначале сотворил Бог небо и землю». Но он не верит Писанию, так отвратись от него, как от неистового и безумного. Кто не верит в Создатель Вселенной и как бы обвиняет истину во лжи, тот как может заслужить какого-либо прощения когда-либо. Эти люди имеют притворный вид, и, надевая личину кротости, под овощей кожей скрывают волка. Но ты не обольщайся, а еще более возненавидь такого по тому самому, что он перед тобой, таким же, как и он рабом, притворяется кротким. А против владыки всего Бога возводит брань и не чувствует, что идет против собственного своего спасения. Мы же будем держаться несокрушимого основания и обратимся опять к началу. Вначале сотворил Бог небо и землю. Смотри, как и в самом образе творения открывается божественная природа. Как она творит вопреки человеческому обычаю? Сперва распростирает небо, а потом уже подстилает землю, прежде делает кровлю, а потом основание. Кто видел, кто слышал подобное? В созданиях человеческих никогда не бывает этого, но когда повелевает Бог, тогда все уступает и повинуется воле Его. Не станем же своим человеческим умом испытывать дела Божии. Но смотря на сотворенное, будем удивлять и художнику, ибо невидимые Его, вечная сила Его, через рассматривание творений, видимы. 11. Если же враги истины будут настаивать на том, что невозможно произвести что-нибудь из несуществующего, то мы спросим их, первый человек создан из земли или из чего-либо другого, без сомнения, не согласятся с нами и скажут, что из земли. Так, пусть же они скажут нам, как из земли образовалась плоть. Из земли может быть грязь, кирпич, глина, черепица, но как произошла плоть, как кости, нервы, жилы, жир, кожа, ногти, волосы, как из одного наличного вещества столько разнокачественных вещей. Но это они и ус открыть не могут. А что говорить о нашем теле? Пусть они скажут нам о хлебе, которым мы ежедневно питаемся, как он, будучи однообразным, превращается в кровь, мокроту, желчь и в различные соки. Хлеб, по большей части, имеет цвет пшеницы, а кровь бывает красная или черная. Таким образом, если не могут сказать нам о том, что у нас ежедневно перед глазами, тем менее могут сказать о прочих созданиях Божьих. Но если они после такого множества доказательств станут упорно поддерживать свое совопросничество, мы, несмотря на это, не перестанем говорить им одно и то же. Вначале сотворил Бог небо и землю. Это одно из речений может не спровергнуть все опоры противников и разрушить до самых оснований все человеческие умствования и их самих привести на путь истины, если только не захотят, когда отстать от споров. Земля же была невидна и пуста. Почему, скажи мне Бог, небо произвел светлым и совершенным, а землю безобразные? И это сделал он не напрасно, но для того, чтобы ты, познав его творчество в лучшей части творения, оставил прочие недоумения и не думал, будто это произошло от недостатка могущества. Кроме того, он создал землю безобразной по другой причине. Так как она есть нашей кормилица и мать, от нее и мы произошли и питаемся. Она для нас и отчизна, и общий гроб. В нее мы опять возвращаемся, через нее получаем бесчисленное благо. То, чтобы люди за полезное и необходимое не стали почитать ее сверхнадлежащего, показывает тебе ее наперед безобразную и неустроенную. Так что получаемое от земли благодеяние ты приписывал не природе земли, но тому, кто привел ее из небытия в бытие. Поэтому и говорит, земля же была безвидна и пуста. Может быть, мы слишком скоро и рано привели ваш ум в напряженное состояние отвлеченными рассуждениями. Поэтому считаем, нужно остановить на этом слово, прося вашу любовь запомнить сказанное, да и всегда иметь это в свежей памяти. И как выйдете отсюда, то вместе с чувственной трапезой предлагайте и духовную трапезу. Муж пусть передает нечто исказанного здесь, а жена пусть слушает, дети пусть поучаются, да и слуги пусть получают урок. И таким образом дом пусть будет церковью, чтобы убежал оттуда дьявол и скрылся этот лукавый демон и враг нашего спасения. Почевала же бы там благодать Святого Духа, совершенный мир и единодушие ограждали живущих. Помня сказанное прежде, вы с большей готовностью станете принимать и то, что будет после предлагаемо. И мы также с большим усердием и обилием будем излагать то, что подаст божественной благодать. Когда увидим, что посеянное произрастает, так и земледелец, когда увидит, что семена произрастают, тогда с великим усердием смотрят за нивами и с охотой принимается засевать и другие места. 13. Итак, чтобы возбудить в вас больше усердия, покажите точное сохранение уже сказанного и с истинными догматами соедините великое попечение о жизни. Так досвете свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего небесного. Пусть жизнь соответствует догматам, и догматы будут иглашатами жизни, ибо вера без дел мертва, и дела без веры мертвы. Если мы содержим здравые догматы, но не родим о жизни, нам не будет никакой пользы от догматов. И опять, если мы заботимся о жизни, но хромаем в догматах, и в этом случае так же не будет пользы. Поэтому необходимо, чтобы наш духовный дом был прочен с обеих сторон. Всякого говорит Господь, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному. Видишь, как он желает, чтобы мы не только слушали, но и исполняли, и показывали делами то, что слушаем, называя мудрым того, кто поступает сообразно со словами, о глупом того, кто не идет далее слов. И это справедливо, потому что последний, говорит Господь, построил дом свой на песке. Отчего он не мог вынести напора ветров, но тотчас упал. Таковы души, беспечные, не утвердившиеся на духовном камне. В словах Господа речь не о постройке и доме, но о душах, которые приходят в колебания и от малого искушения. Под именем ветра, дождя и рек Господь показал действие на нас искушений. Человек твердый, бодрый, трезвенный, от этого еще более укрепляется, и тем более умножается скорби, тем более возрастает его мужество. А нерадивый и беспечный, лишь подует на него легкий ветерок искушения, тотчас колеблется и падает, не от свойства искушения, но от слабости своей воли. Поэтому нужно трезвиться, бодрствовать и быть готовым ко всему, чтобы и в счастье быть нам сдержанными, и в скорбях не унывать, а сохранять великое благоразумие, непрестанно высылая благодарность человека, любимому Богу. Если мы так будем устроять нашу жизнь, то получим великую благодать свыше и будем в состоянии настоящую жизнь проводить в безопасности и в будущей жизни приготовить себе великое дерзновение, коего досподобимся все мы и достигнем по благодати человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.